Третий и заключительный день большого шлема Баку 2023 на обзоре сейчас у нас весовая категория до 100 килограмм и один из лучших дзюдоистов данной весовой категории это Илья Суаманидзе, который представляет Грузию. Молодой грузинский дзюдоист, который обладает хорошими ментальными качествами, морально выходит он на каждую схватку в довольно неплохом состоянии, очень спокойный, уверенный в своих движениях, взвешенный ну действительно как как один из подписчиков написал профессор этого дела, но конечно же это громко сказано в общих чертах называть его профессором, но Суаманидзе действительно несмотря на свои годы очень неплохо борется, уже имеет на своем счету бронзу чемпионата мира взрослого, пятое место чемпионата мира и я думаю это только начало и на парижских играх мы скорее всего увидим и будем надеяться на пьедестале. Второй раунд он начал против Белала Ванияза, в этом эпизоде заработал Вазари, этого ему хватило чтобы выйти победителем из этой встречи отправиться бороться в раунд номер три. В третьем раунде Суаманидзе боролся против дзюдоиста из Великобритании в кимоно. И в этой встрече Илья показал очень красивый бросок на япон, подсечку, работу ног. Получилось на загляденье и я думаю этот бросок украсит подборку лучших с данного турнира. Вот вы сами сейчас можете все увидеть. Подловил он своего оппонента, который сам заходил на подсечку и меньше минуты ему потребовалось, чтобы победить в третьем раунде и отправиться бороться в четвертьфинальную стадию турнира Большого шлема Баку. Здесь он боролся против Хорвата Кумрича, который дошел до вечерней программы турнира и стал пятым, проиграв за бронзу Зельмукацоеву. Попытка зайти на бросок через спину от Суламанидзе, он неплохо тоже работает на этих приемах. Но как вы видите Суламанидзе достаточно активно работает в этой встрече. Здесь попытка была зайти на подсечку, не увенчалась она успехом. Не докрутил Суламанидзе до оценки своего визави, но вот здесь вот Кумрич идет в партер, пытался точнее бросить Суламанидзе. Тот сел сверху, оторвал руку, провел болевой прием и уже в полуфинале Суламанидзе. В полуфинале боролся Суламанидзе против французского дзюдоиста, который после поражения отправился бороться за бронзу против Фонсеки и выиграл его. Француз очень неудобный оказался как для Фонсеки, так и для Суламанидзе. Очень резкий, дерзкий. Действительно неудобный такой вот грубый борец. Четко забирал захват. Видно, что у Франции есть прогресс мужской сборной, особенно это важно перед стартом Олимпийских игр в Париже. Здесь тоже не дал Суламанидзе ничего сделать француз. И грузину пришлось падать в партер, чтобы защититься. Блокирует он левую руку француза, но Чудес синий не лыком шит и пытался из этого положения тоже выйти победителем. И здесь снова забирает он захват, входит в плотную борьбу. И вот такой вот бросок у Цури Гоще демонстрирует, зарабатывает оценку Вазари. Очень быстро среагировал. По другую сторону сетки своих соперников прошел Матвей Коняковский, который представляет команду АИН. Грузин борется против нейтрального атлета, как это сейчас модно говорить. И перед этим они целых пять раз уже встречались на юниоровском уровне. Три раза побеждал Илия, два Матвей. И это первая встреча этих двух джудаистов на взрослом уровне. Возможно, мы сейчас видим два будущих топа данного весовой категории. Кто знает, будет видно в будущем. Здесь Суламанидзе вошел в плотную борьбу. По предыдущим схваткам Коняковского, особенно против Киприота на данном турнире, я заметил, что в плотную борьбу у него не получается. Быть может, меня закидают камнями за данный тезис, но это его слабое место. Как я заметил, и перед схваткой я думал над тем, что Суламанидзе попробует в плотную с ним войти. В этом эпизоде судье дали в азаре, затем отменили, посчитали, что оценки не было. Ну и Суламанидзе был очень спокоен. Видно, что он на взрослом уровне уже давно борется. Наверное, более он опытный уже, чем Коняковский. Матвей тоже забирал верхний захват, пытался контролировать, но Суламанидзе из всех положений старался выходить победителем и, скажем так, переиграл он в этой встрече своего визави. И вот она, плотная грузинская борьба, заход на бросок. За 10 секунд до конца бросает Суламанидзе на оценку своего соперника и, можно сказать, достаточно уверенно побеждает в финале, забирает золото и счет между ними становится 4-2. Суламанидзе сегодня чемпион и лучше всех.